друзья всем привет с вами снова я меня зовут андрей это канал булгаков play продолжаем проходить паскаль свейджер и в прошлой серии как я и предположил я правильно угадал это dlc dlc то есть дополнительный контент я так понял что по сути дела как бы основную сюжетную историю которая была изначально в игре мы прошли убив этого посредника и на этом все и дальше мы поплыли потерпели коллега потерпели кораблекрушения и теперь же таки нам нужно найти глена и джеральда между прочим чтобы ты понимал а куда идти сюда или туда так а вот я уж думал сталь кормом для рыб думаю я не такой уж и вкусный так это ихтиозавря проси это у того кто нас привез сюда если он еще жив похоже этот шторм не успокоится еще какое-то время так что тебе возможно лучше пойти поискать зацепки но это старое тело держится из последних сил мне нужно немного отдохнуть не волнуйся мой фильм скоро тебя до догонит понятно а то кто вас главный ты или филин блять ну пойдем дальше потом пойдем туда назад к алтарю наверное здорово похоже мы здесь не одни то очевидно эти разрушенные доски они лежат здесь уже давно я все еще ощущаю дыхание жизни где-то на этой на этом острове хоть едва уловимая а то есть тут не так блять так хотел сказать тут не так много чудиков атаку мы первый раз видим ах ты сумка отошел стреляешься я я упал все я умер это смерть это до свидания тут пока такая щас пока 1 до я надеюсь вместо бы еще тебя и нет ладно лет какая я надеюсь скотин собак тварь ты бьешься так же как посредник легкой ты жестко тихо главное не свалиться так ладно они они это я их понял но все равно поубиваем по зачищаем иначе нам покой не дадут так это путь куда-то наверх и путь куда-то а это типа на корабль мы можем зайти да так туда пока не ходим сходим пока суда посмотрим что же здесь имеется морские желуди рваный холст так ну давай посмотрим что на записьми на документы побег в углу холста видна алая надпись выведенная неразборчивым почерком так ты же разобрал ну ладно идем дальше а все тупик а нет не тупик мы можем здесь пожар ухты мы можем здесь прыгнуть и в итоге смотри это джеральд а кто это сказал где джеральд и кто это сказал а вон джеральда вижу а кто сказал так и не понял джеральд джеральд быстрее войдите в пещеру проклятие синдрил становится сильнее не волнуйся я возьму его под контроль прежде чем мы передадим оскол каллова метеора лорду эббинхаусу я сомневаюсь насчет этого это проклятие станет моей силой пока их теозаврию можно спасти я не буду сожалеть даже если стану монстром бля братан не хочу с тобой сражаться ты наверняка такой же сумасшедший как та елена и прочее слушай а мы так и не посмотрели чё там где алтарь назад уже точно нет смысла идти тихо джойстик ближе вибрировал да что здесь произошло это как раз то что я хотел спройте тебя спросить как случилось так что река души пересохла снова болит голова такое чувство будто прошлое скользает от меня возможно что-то мешает тебе увидеть его может ты столкнулся стукнулся головой или же это влияние синдрила похоже нам нужно встретиться с сэббинхаусом как можно скорее чтобы получить ответы на вопросы он из истока реки души иди наверх по течению и найдешь его ты заметил как выглядит все вокруг такое чувство будто мы внутри какого-то животного и запах смерти распространяется по округе и при приветствует нас ты угадал их теозаврия древнее существо которое давно вымерло мы последовали за лордом и бенхаусом чтобы сбежать от сэндрилов о просто отлично теперь мы станем кормом для рыбы не волнуйся их теозаврия не причинит нам вреда мы связаны в жизни чтобы не случилось я просто надеюсь что смогу дожить до встречи с этим лордом и бенхаусом джеральд теперь в команде и будет путешествовать с вами вот болеть спасибо нахуй мне нужен больной так там по верхушкам кто-то ходит у ее я вас только заметил господа хорошие а я его парировал что ничоси вот почему я сейчас стою за спиной у него и не мог ему казнь устроить так короче ладно эти короче легкие короче короче блин эти несложные ребятки а вот слизни эти мне не нравится ладно давай тогда эту чувачка прокачаем а раз он у нас команде так тут какие-то новые штуковины какие кокон обмана оригин выдержки выдержка шанс крит урона ой хорошая какая вещь а теперь давай вот так сделаем и вот так вот так хорошо 30 уровень готов чё тебе добавить давай тебе силу добавим а тебе придется 29 вкачивать у тебя бодрость живучесть и сила давай силу тебе сделаем на двадцатку двадцатку ловкости сделаем на десятку бодрости мы тебе сделаем на тоже двадцатку интеллекта не знаю 4 живучесть вот так вот так и давай тебе еще бодрости и ловкости вот так так стоп сюда теперь и мы получается защита сопротивление стихиям а мы сделали вот эту штуку вот так и давай знаешь что с тобой сделаем алтарь давай сделаем вот как то так разблокирует заблокирует я бы их улучшил как это делается во первых хотел бы разобрать вот например вид урона отказаться вот эти платочки в я разобрал или что это за платки наверняка чуть отдают вы действительно хотите избавиться а избавиться где а убрать что знаешь убрать а это просто просто выйти хочу и убрали атака 15 крит урон так ты иди на место алтарь и мы можем здесь улучшить улучшим мы все знаешь какую улучшим мы противление стихи им это не интересно вот это улучшим плюс 1 сделаем еще плюс 1 и вторую которая и вот эту плюс 1 плюс 1 вот а вот это что за перековка а мы типа мы можем добавлять что ли а то есть сейчас что получится дополнительно крит урона хорошо если еще добавить он ее поменяет хорошо давай тогда остальные перекуем сюда туда и у нас вот создать атака зверей плюс четыре с половиной ну пусть будет хорошо ладно перековка дальше сопротивление яду и суда тебе добавим масок у нас до жопа чё дало реген выдержки но допустим сопротивление стихиям я бы наверно вот эту штуку переделал наверно так и к вам еще добавим правильно по одной на кокон обмана плюс 2 крит урон так и получается тебя вон она как тут еще все интересно шанс картиш все мы сейчас будем нахуй разносить всех налево и направо наверное лет крадись до свидания ой как хорошо майор занесли прям душа радуется а чуть за пещера то какой-то закоулочек сверху кто-нибудь нападет и венский клык кто-то рычит сразу ручать я просто заглянул полезно вверх блин чем больше ковыряешься в этой игре тем она интереснее становится на самом деле посмотрел так же стиме плохие отзывы есть тогда вы не это не рычи а мы видим вот эти штучки цепляем здорово братан не шанс тебе вообще немножко подхилюсь на всякие пожарные но опять же таки не чуть интереснее становится тогда еще когда главный герой становится сильнее это прям очень-очень-очень радует жить такое кто это меня отравил или это что-то типа желудочного сока мы же в чудовище ядовитый шип да отстанет меня блять только путаешь очень хорошо что она не раздуплилась сразу так осколки кости и чё а дальше проход есть куда ты пойдем потрёпанный журнал 2 у нас был первый то открывают фиолетовый а вова вон чё и кстати очень быстро стала выносливость восстанавливаться они прям супер так и все но шустренько за жилые квартал такие я честно уже вот заблудился хереть блять ужас летит умер хорошо и вылетел черт так как 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 от забрать из них уже хорошо падают кости большие все мы проверим что здесь оттуда можно спрыгнуть я понял за чувачка потом поиграем но куда-то пришли культ алтарь что это лифт как это работает все статуя здравствуйте да лифт может срезик какой-то но похоже что мы вниз приехали а я же увернулся то вы отъебитесь от меня вы куда приехали так мы здесь ничего нет по крайней мере я не вижу мы пришли получается вот мы отсюда пришли и оттуда спрыгивать не хочу есть еще проход здесь есть туда проход отстань собери все валю ебать они многофункционально отстань ты бля русский язык понимаешь пиздец надоедливые те что-то быстро отстали че такое лифт на тоже куда-то ну короче как обычно исследуем огромную локацию мне кажется вот предыдущие локации не были такими огромными так а ты здесь лестница есть но я ее не спустил потому что я там еще не был с мы если куда-то уткнемся то мы дальше туда вернемся к лифту выпей так на эти джентльмен удачи мне нравятся давай банку большая кость но с них фармится большая кость и поэтому мы можем тихо и поэтому мы можем здесь нафармить много костей соответственно уровень может качаться быстрее сука вот вы короче отойди так хорошо неси на синхронизировались отошел попить надо да ты чё там делаешь лечится а мне нечем лечиться блять убили так мы братан твой выход а джеральд ловкий фехтовальщик который может уклоняться до четырех раз подряд когда из по испытывает синд джеральд испытание синдрила заражено джеральд помечает врагов меткой синдрила благодаря которых его боевые навыки наносит дополнительный урон чем больше меток синдрила тем жестче будет наказание врагов а а ты чё их плащам плащом то бьешь непонятные у него атаки и он после серии тупит даже если есть выносливость так ну ты какой дурной короче очень похоже что ты быстро пока будешь умирать на дому банок под прокачать о а как он быстро бегает ага прикольно так это хорошо сделано это мне нравится так что за лестница куда ты идем здесь тупик тихо а лестница я сделал все что смог он просто я рано обрадовался что он прикольно быстро бегает а так отдохнуть не надо давай вкачаем пару уровней ну пару я громко конечно сказал давайте один вкачаем хорошо чтоб тебе вкачать то бодрости давайте еще бодрости вкачаем больше у нас танковать а тебе ловкости раз ты у нас такой ловкий молодой человек а еще хотел наверное тебе навыков прокачать у меня есть немножко я бы тебе пару дополнительных ну да а так давай смотреть что здесь у нас есть нажмите один или два раза rb коснитесь rt чтобы нанести удар 30 проведя назад во время атаки джеральд выполнит кувырок назад ну я все равно буду беспорядочно нажимать поэтому нажмите 3 от 3 до 4 раз нажмите rb чтобы использовать расход тоже подойдет у него прям комбинации какие-то ну пусть пусть но мне побольше чем девчуль нравится так валим отсюда что здесь опять все затрясло сейчас кажется закрыта нельзя открыть с этой стороны я понял нам нужно а я понял куда мы лезли кто это такой блять дурак сука я же нажал да нет не ешь вовремя нажал так ладно теперь нужно понять что тут понимать тут ничего нет нужно открывать дверь соответственно туда куда я пошел в тоннель был правильный вариант хотя погодь тут еще есть пешера вот потрепан потрепанный журнал 1 почитаем у нас теперь их 2 ой так потрепанный журнал 1 бог бескорыстен но человек полон эгоизма фламель не осознает что святая земля лишь временное прибежище человечеству не видать здесь долгой мирной жизни даже если судьба заведет меня в самый неприглядный мрачный туман в самые далекие края я все равно найду прекрасную землю из легенд наших предков молодец каково это перерождится перерождаться наверное мне все еще трудно выразить чувства словами это был долгий мучительный кошмар мне снилось будто солнце медленно тонет ошеломляющее но жуткое зрелище меня окружали ужасные гигантские звери стоит мне вспомнить этот кошмар я слышу голос непрерывно зовущий непрерывно зовущий меня по имени я слышу его и сейчас на этот раз я точно знаю что голос доносится из замка Эббенхауса понятно тот кого мы ищем будет правильно будет главным злодеем здесь ну как же так ну это полезли господа хорошие отъебитесь пожалуйста погоди я все собирал здорово братан красавчик прям вот стоит на страже как надо ну мы пожалуй вольнем отсюда а тут сейчас за углом будет бабка сидеть она сейчас пока одумается мы уже с тобой по лестнице спустимся вот бабка а не нам по лестнице не надо так этого чувака надо завалить до свидания так сейчас чепушил выбежит а как это так все короче идешь нахуй ой олив сейчас приедет пока попей пока баночку так здесь две сумасшедших старухи мы сейчас по кругу пробежимся посмотрим что здесь есть здесь есть торговец он нам пока не нужен а а есть чуваки которые молятся молились пошли от от ебейся по-русски тебе сказать так там бабку и не трогаем тут сейчас будет лифт или от лестницы здесь можно как по лестнице залезть нет нельзя и мы получается спустимся вот сюда откроем здесь сквозной проход вон дверь правильно правильно все правда мы через какие дебри идем но ну да ладно отстань вообще в не в этом месте стоял или в эту спрыгнуть сюда нет тихо один уже был тут деятель хорошо спустились опять все затряслось ядовито вольнем смотри там пещера возможно мы сможем туда добраться подожди мы сейчас помимо пещера открыть нам проход с тобой надо пещер пещерой так так дневник пастора хорошо а ты это ты живая ах рашет едва не уснула мой тебе совет незнакомец не ходи дальше почему почему внутри обитает демон людоед его жуткий шепот пробирает до самых костей ох его потусторонние слова никто не может разобрать конечно если не дорожишь своей бессмысленной жизнью можешь игнорировать мои слова хе-хе-хе-хе кто еще за страшный демон что ты имеешь ввиду никто не знает как он выглядит с тех пор как река душ пересохла никто из вошедших в эту темную пещеру не покинул ее почему река души пересохла это случилось так давно никто уже не помнит все вокруг кануло в небытие возможно только те наверху знают правду что ты делаешь чего ты ждешь вода я жду когда вода снова начнет течь вниз похоже река совсем пересохла хотя ожидание может показаться глупым чудеса случаются я сыта по горло этой мрачной тюрьмой возможно стоит нам вернуть воду мы вновь найдем смысл существования корабль из моих снов откуда он взялся я не хочу умереть тишине мое сердце помнят что у меня была некая миссия я не хочу умереть в этом мрачном месте я должна вспомнить свое прошлое а закончить нахуй я не могу помочь тебе возьми это она может тебе пригодится что она что ты мне дала сломанное копье цветово так а чё за это как от лестницы а куда она ведет а я понял куда она ведет все хорошо а погоди мать у меня тут поважнее дело мы сейчас спустимся вниз откроем себе короткий проход потом уже можно дальше идти смело умирать прочего то дела ой как хорошо здесь штучек но очевидно становится что очевидно становится чем выше уровень тем больше всяких уже крутых штук нам понадобится ой а как туда залезть кстати там он что-то светится наверно сверху как-то можно спрыгнуть но я не буду этого делать так дневник сейчас это мы все прочитаем путешествие либо куда-либо ни одна капля не должна пропасть ни одна капля а слуш братан о мой друг благородная душа ты же не станешь драться с таким жалким человеком как я правда да ты не похож на человек ты слишком ты слишком поздно здесь ничего не осталось ни памяти ни надежды что похоже ты не собираешься сдаваться ну тогда иди и посмотри наверху у истока реки души может ты будешь приятно удивлен уходи здесь нечем делиться даже со своими ты ничего не получишь пока не принесешь воды уходи слышь чего какой странный тип что именно находится в этом контейнерах от этого едкого запаха тошнит да тошнит подожди как меня у тебя спиздить подобрать вода из реки души погоди погоди а это что а это что за место а вот так вот мой бля какой же я гений просто а тут тоже можно подняться ни хуя себе комбо давай до свидания так открываем супер теперь мы сможем идти насквозь это меня несомненно радует так давай здесь поднимемся там что-то тоже блестело сияло мы сейчас посмотрим заберем и пойдем соответственно в пещеру с боссом я думаю что не будем драться морские желуди давай ему дадим морские желуди пусть он их сварит вкусно эти отвечают тот как кого мы ищем будет боссом его наверняка заразила и как раз тот чудище пар про которое ты говорила и есть она так открывай давай ворота ты ник и а то тут вообще никого нет похоже у этого демона своеобразное хобби слышал что-то к нам приближается где отстаньте пугаешь меня меня еще и отравили бы алтарь тут есть какие-то пики а цепи вообще кажется эта печать нельзя снять ее можно снять только надо сначала босса победить давай хельнемся первое значу прилетит мы пришли оттуда там вон дверь там какие-то чудики пойдем посмотрим дверь нельзя открыть с этой стороны логично я так понимает вот эта херня меня бьет вот это зеленая на земле ой ладно ты еще блин на меня не нападал хуйня их надо обходить их надо обходить прячься прячься я не хочу стремя сразу махаться ты кто водолаз поспешим надеюсь он сможет пролить свет на происходящее погоди а куда нам туда поймать мальчика зачем его ловить он нас позвал братан извини я это дела а говорить в пещере никого нет никто еще отсюда не вышел живым туплю глянь тусня тусней а алтарик уста устроим передышку так вот пацан здорово поймать мальчика не волнуйтесь здесь нас не найдут как странно ребята вы кажется нормально зачем так рискуете все равно здесь нет никакой воды из реки души у меня есть кстати спросить про воду из реки души почему все жаждут этой проклятой речной воды ты забыл весь народ ихтиаза ври проклят все забывают что с ними происходило только выпив воды из реки души они смогут вспомнить некоторые фрагменты из прошлого но из-за стены тишины низовая низовая реки давно пересохли становится все труднее найти чистую воду реки души есть если честно я что потратил последнюю бутылку на ваше спасение стена тишины ее построили те эгоисты наверху если бы стены не было нам не пришлось бы убивать друг друга джеральд почему ты не рассказал об этом я не понимаю я не понимаю этого ты долбоеб это потому что ты слишком долго не пил в воду из реки души вот совсем и забыл прошлое те создания которых ты победил что они такое падальщики так их называют они охотятся и убивают таких же безумцев как вы которые которые хотят подняться наверх зачем они это делают кто знает чтобы люди не нашли воду из реки души или из чистой ненависти я бы не провоцировал их на вашем месте бля придется с ними драться если есть ли другой способ подняться к сожалению нет если хотите добраться до стены тишины вам придется пройти через логово падальщиков даже если вам повезет сбежать от них у вас нет шансов победить главного привратника откуда ты все это знаешь я не могу выбрать что запомнить или забыть если хочешь иметь прошлое в ихтеазаври то должен принять его будь оно хорошим или плохим а у тебя руки да нет закончить разговор так побазарили ну и типа туда идти наверх ладно а погоди а там вон спуск вниз а чё у тебя тут припасы так мы сейчас с тобой осмотримся я говорю припасы тут во первых записка незаконченный древний том а то есть нас он нас отсюда спасал они там вон да типа хлеба это воду ладно я понял здесь ничего нет ладно нет так нет давай тогда сделаем так я сейчас прочитаю записи и мы закончим те в принципе кому не очень интересно можно уже и не смотреть но те кому интересные записки почитаем мы нашли два журнала дневник пастора милостивый господь я не в силах спасти твоих последователей все что я могу сделать это похоронить их на чужой земле скверно поселилась в их прогнивших телах но души их чисты они оставались верны своему господу до последнего вздоха и не поддались гнусной ереси боже молю тебя о прощении импери первородного греха сим серебряным гвоздем я буду проповедовать твое учение и пол положу конец вечному кошмару дальше журнал путешествий либо один море я вижу море не присоединяясь не присоединись я к герцогу висеть бы мне давно на висельце герцог и правда очень на сцене даже хочет научить нас читать бог невероятный остолоп могу поспорить он не знает больше десяти слов а вот клюге лучше бы герцога его не спас у этого подлого создания ни капли веры ему одно место в зловонной канаве на святой земле похоже текст написан от руки как раньше делали в святой земле хоть в то же время он несколько и отличается можно расшифровать только часть сообщения направляются так направляются отовсюду нас уже не разделить из-за различий и идеал в идеалах не чувствуйте ненависти друг другу не терпите несправедливость в этом месте мы осознали нашу истинную ценность мы никогда не относились к другим с презрением их теозаврия для всех нас рай в этом месте ко всем относились с пониманием где веру не использовали как оковы для свободы души оказавшись от человека взглядов наконец стали истинным человеком как и последними людьми мы должны оставить след от миссии в наших сердцах следуйте за лордом Эббенхаусом терпеливо ждите пока не закончится темная ночь кстати по поводу пари паскаль это вроде какая-то такая знаменита популярная вещь которая подразумевает под собой веру в бога типа какой-то ученый что ли по моему выдвинул такую теорию что проще верить в бога чем не верить потому что якобы после смерти ты можешь не верить в то что нет создателя но если есть а ты в него не верил то тебе же будет хуже ты попадешь в ад а если ты сомневался но хотя бы просто при жизни верил а он на самом деле есть то тебе все это окупится вот какая-то такая история вроде бы как это и есть пари паскаля как я недавно вычитал все на этом мы на сегодня закончим плейлист игры будет в описании подписывайся на канал и на паблик вк делись видео со своими друзьями ставь лайки оставляй комментарии до следующей серии друзья всем пока а